Здравствуйте дорогие коллеги! Меня зовут Мария Иванова, в интернете я в Мармаруне. Занимаюсь валянием уже почти 12 лет и из них 6 лет я посвятила валянию обуви. И сейчас хочу познакомить вас с новым обучающим онлайн курсом, который называется Абсолютная эластичность войлоки. Чуть-чуть добавим в физике твердых тел. Абсолютная эластичность, я применяю этот термин, потому что он соответствует реальности. Абсолютная эластичность это способность твердого тела полностью восстанавливать свою форму после растяжения, без каких бы то ни было остаточных деформаций. И именно такое явление мы будем с вами изучать в войлоке. В результате у меня получился сборник рецептов для приготовления эластичного войлока из самых разных ингредиентов с гарантированным результатом. Моя цель была получить такой войлок, который бы по своим свойствам был похож на настоящий плотный обувной износостойкий трикотаж, который выдерживает сотни циклов растяжения и сжатия без потери свойств, без деформации, без повреждений. Но в процессе этой исследовательской работы я поняла, что эластичность, она конечно же может быть полезна не только в обуви. Вот давайте посмотрим, где еще можно ее применить. Разумеется, это все варианты трикотажных изделий. Здесь вы видите гетры, вот повязочка на голову. Это могут быть, допустим, брюки, юбки, блузки с резинкой на талии. Большие изделия в этой технике делать достаточно долго и трудоемко. Но, допустим, если посмотреть на джемпер, то здесь техника может пригодиться для ворота и для манжет. Идеальный вариант для начала это что-то небольшое. Вот здесь вы видите на фотографии митинги. И это как раз идеальное изделие для того, чтобы попробовать данную технику. На платьице, как видите, у нас эластичная вставка есть на талии и на манжетах. И, на мой взгляд, это такой разумный, компромиссный вариант именно для большого изделия. Но можно для самых смелых рассмотреть и полностью эластичные изделия. Начать с чего-то поменьше. Варежки, шапочка, балаклава. Ну и для самых смелых, для самых трудолюбивых это может быть, например, полностью эластичная юбка-карандаш или даже, страшно сказать, водолазка. С учетом вышесказанного я поняла, что необходимо всю информацию, полученную в результате исследований, разделить на две части. Потому что то, что интересно и необходимо обувщикам, может быть абсолютно не нужно и неинтересно представителям других направлений. И первая часть данного обучающего курса, это вебинар, который состоится 16 февраля, стартовый уровень. И вот этот стартовый уровень, он будет полезен для представителей любых направлений. И для тех, кто занимается обувью, и для тех, кто делает одежду, аксессуары. Потому что на этом вебинаре мы с вами будем изучать непосредственно технологию. Технологию создания эластичного войлока. По сути, это большая лабораторная работа. Исследование всех компонентов для получения конкретного, заданного результата. Главный герой, это, конечно же, эластичные нитки. На территории России самые популярные, самые легко доступные и, надо сказать, очень доступные по цене вариант нитки спандекс от фирмы Гамма. Их можно найти, ну, практически в любом профильном магазине. Мы изучим их способности, их возможности, слабые места, ну, в общем, все особенности работы с эластичной нитью. Еще один очень важный компонент, это правильный материал для шаблонов. К сожалению, все привычные, знакомые нам материалы в данном случае не работают. Нам придется искать что-то другое. Я расскажу, какие свойства шаблона важны, и в каких случаях они важны, в каких можно ими пренебречь. И, конечно же, поделюсь своими находками на этом пути. Всего для данного видеокурса было создано более 30 образцов. И на примере этих образцов мы с вами рассмотрим, как ведут себя различные виды шерсти в процессе создания эластичного войлока. Потому что шерсть, ведь она может быть в виде топса, в виде кордочеса, может быть тонкая, может быть грубая. И вот все эти разновидности, они ведут себя со своими особенностями и нюансами. Еще один очень важный момент. Какие законы усадки, знакомые нам по обычному войлоку, продолжают работать и в эластичном войлоке, а какие уже не работают, либо работают как-то не так. Тщательно изучим, от чего зависит итоговая эластичность войлока. Есть несколько факторов, влияющих на этот параметр, и мы изучим их все, в том числе влияние декора. В этой части вебинара мы посмотрим, как ложатся волокна в различных направлениях, и как они влияют на эластичность образца. Еще один вариант декора, который очень здорово смотрится в эластичном войлоке, это всевозможные флисы. Флисы это замечательный материал, но они могут вести себя немножечко непредсказуемо, поэтому для данного видеокурса я сваляла несколько образцов, использовала несколько различных видов флиса. На этой фотографии вы видите только часть. Еще один интересный и приятный момент. Как оказалось, всевозможные ниточки, разнообразная пряжа, все это идеальные компаньоны для эластичного войлока. Практически все смотрятся классно, и позволяют создавать какие-то интересные декоративные эффекты. И мы посмотрим на примере конкретного образца, каким образом это происходит. Ну и конечно же Нуна войлок. Нуна войлок это отдельная вселенная, и мне было очень интересно посмотреть, каким образом между собой взаимодействуют вот эти два мира. Мир Нуна войлока и мир эластичного войлока. Здесь на фотографии маленький образец, но специально для видеокурса я сделала образец, в котором задействовано более десятка различных видов тканей. А далее мы перейдем уже от материала введения, скорее в область конструирования. И для начала изучим, как сделать плавный переход между эластичным войлоком и войлоком обычным. Потому что нам ведь не всегда нужны какие-то пышные складки, буфы, а иногда нужен именно вот такой плавненький переход. Посмотрим, как это можно сделать. Очень важный параметр, коэффициент увеличения. Мы с ним уже давно знакомы. Так вот, придется немножечко пересмотреть свой взгляд на эту величину, в связи с тем, что войлок у нас эластичный. А также к коэффициенту увеличения добавляем еще один параметр, коэффициент эластичности. Для крупных изделий будет актуальна такая тема, как соединить между собой раскладку на обычном шаблоне и раскладку на шаблоне для эластичного войлока. И мы рассмотрим это дело на примере рукава с эластичным манжетом. Ну а завершим нашу практическую работу на примере простого изделия. Я выбрала митинги. Несмотря на то, что митинги действительно изделие простое, небольшое по размерам, но в нем есть свои нюансы. Здесь мы с вами посмотрим, как учитывать анатомию руки, как делать точный шаблон. И на митингах есть вот такая дырочка для большого пальца. И она должна быть расположена вот именно там, где надо. То есть, несмотря на внешнюю простоту, это изделие нам позволит провести полноценную практическую работу. И на этом эфир первого дня 16 февраля завершается. Дорогие друзья, самое главное, что я хочу вам сказать по поводу вот этого эфира 16 февраля. Пожалуйста, будьте готовы к тому, что в этот день на вас обрушится просто, ну очень, очень большой объем информации. И эта информация будет динамичная, сжатая. И ее будет много. Пожалуйста, приготовьте себе удобный стул, чай, бутербродики, если это необходимо. Не беспокойтесь о том, что вы что-то забудете, потому что в личный кабинет вы получите все записи. Но я прошу вас, не пытайтесь одновременно со мной делать что-то. Вы просто не будете успевать. Очень много будет запущено на повышенной скорости, много видеозаписей. Поэтому я прошу вас просто внимательно смотреть, слушать и задавать мне вопросы. Это будет гораздо более ценно. И также, именно в течение первого дня, глядя на то, как я изготавливаю образцы, вы сможете понять, для ваших целей, какие материалы вам необходимо докупить. И самое главное, какой именно материал для шаблона выбрать. Потому что для различных целей я буду рекомендовать различные материалы. Ну а потом мы перейдем к следующему уровню. Вторая часть, она посвящена обуви. Здесь сделаю небольшую поправку. Продвинутый уровень, он включает в себя обе части. То есть оба эфирных дня. И 16 февраля, и 18. И первая часть, для тех, кто занимается обувью, обязательно к просмотру. Потому что, когда мы перейдем к продвинутому уровню, мы уже не будем с вами тратить время на изучение технологии, на создание образцов. Мы сразу же начнем изготавливать конкретные пары обуви. Ну давайте посмотрим на то, что меня вдохновило. Как видите, современная мода, она предлагает широкое разнообразие эластичных моделей. Тут и элегантные ботильоны, и ботинки, и имитация каких-то туфелек 2 в 1, и челси. Ну в общем, такое разнообразие и столько красоты. Ну а мне предстояла тяжелая задача. Выбрать какую-то одну модель, которую я успею, ну хотя бы само валяние заготовки, успею показать во время эфира. Вот давайте посмотрим, а что у нас будет конкретно происходить в эфире 18 февраля. Во-первых, мы с вами рассмотрим такой важный момент, как адаптацию обычных обувных шаблонов под эластичные модели. Естественно, посмотрим, как в этом случае изменяется расчет коэффициента увеличения. Изготовим шаблон. Кстати говоря, это не так просто, как звучит. Кроме того, я рассчитываю успеть показать вам процесс валяния одной пары заготовок. И все, больше мы, скорее всего, ничего не успеем, потому что делать эфир более 3 часов, это тяжело. Утомительно будет и для вас, и для меня. И все, что я готовила, все вот эти вот симпатичные модельки, которые вы видели на фотографиях, на самом деле это все не более чем просто образцы. А настоящая наша работа, работа над созданием уже конкретных пар обуви, она начнется уже после эфира. И происходить эта работа будет вот здесь. Это вы видите заставку закрытой группы в фейсбуке, группы, которая создана специально для работы с эластичным войлоком. И вот, что будет происходить в этой группе. Мы с вами будем создавать эластичную коллекцию. Да, я как обычно не смогла ограничиться одной моделькой, моделей будет целых 5. Из всех трендовых, крутых, модных моделей с подиумом, я выбрала 5 наиболее спокойных, жизненных и практичных. И вот эти модели мы с вами будем воплощать в войлоке. Давайте рассмотрим, какие это будут модели. Я уже подготовила наборы материалов для коллекции. Она будет вся в нежных серо-бежевых тонах. И модель номер 1, это будут классические бацильоны с эластичным голенищем. Как видите, невысокий устойчивый каблучок, изящная форма и внешняя простота. Но в этой модели у нас эластичное голенище будет сочетаться с жестким фиксированным укрепленным корпусом обуви. Модель номер 2, это будут ботиночки с имитацией трикотажного довяза. То есть здесь у нас будет состыковка модели из обычного войлока с эластичным типа трикотажным голенищем. Следующая модель, очень интересная, это будут челсы. Я подумала, а почему бы нам фабричную резинку не заменить резинкой самодельной? Ведь в этом случае внешний вид резинки, он зависит только от нашей фантазии. Допустим, в моей модели резинка будет такая забавная, с пятнышками. Ну а вы, конечно же, можете создать что-то абсолютно свое. Модель номер 4, это будут кеды-носки. Казалось бы, ну что такое? Очень простенькая модель и, в общем-то, по своей простоте напоминает модель номер 1. Но есть нюанс. Здесь мы с вами отработаем создание эластичного войлока на фронтальном шаблоне. Ну и, наконец, вишенка на торце. Это вот такая супер модная, супер трендовая модель лоферы с эффектом носочка. То есть выглядит это как будто бы туфли надеты на носок. Но на самом деле это монолитная конструкция, где носочек является именно частью обуви. Вот такие вот у нас сияющие планы. Ну и, конечно же, невозможно все эти модели просто свалять и заготовки положить на полочку. Необходимо довести до полной готовности. Поэтому в продвинутый уровень будет включен дополнительный большой информационный блок, содержащий техническую информацию. Это установка различных вариантов внутреннего укрепления. Это некоторые основы работы с кожей. Я не обещаю, что мы будем очень много работать с кожей, не как в кроссовках. Но, тем не менее, все самые важные пункты обязательно пройдем. Установим заготовочки на подошвы. И вот этот пункт, наверное, его нужно было сказать первым, потому что начнем мы с вами работу с подготовки колодок. Я познакомлю вас с классификацией колодок, а также посмотрим, как их менять, наращивать и спиливать под свои параметры. Что у нас будет происходить в группе поддержки на Фейсбуке? Конечно же, консультации. Причем первые примерно месяца полтора я буду полностью принадлежать вам, принадлежать вашей группе. И я буду каждый день по несколько раз заходить, смотреть, у кого какие вопросы, давать максимально полные ответы. Возможно, даже если понадобится, буду снимать какие-то дополнительные маленькие видео. Ну, а кроме того, работа в группе, она чем хороша? Вот кто-то задает вопрос, а мой ответ видят сразу все. И таким образом у нас количество вопросов будет уменьшаться. Разбор полетов. Это мой любимый пункт. Я в последнее время очень полюбила такой момент, что ошибки и, простите за такое выражение, косяки, которые я совершаю, их не стоит вырезать из учебного процесса. А наоборот, они имеют свою особую ценность. Я буду их показывать и показывать, как я выходила из сложных ситуаций. Мне кажется, это будет тоже очень полезно. Ну и вот, наконец, мы дошли с вами до коммерческой части. Стартовый уровень, то есть непосредственно вот сама технология эластичного войлока, он включает в себя участие в прямом эфире 16 февраля. Потом вы получите на почту запись этого эфира. А в личном кабинете у вас появятся уроки. Уроки, это означает все видеозаписи, которые я подготовлю для эфира, они будут разделены на какие-то более удобные для просмотра части. И вот эти части, они появятся у вас в личном кабинете. Стоимость участия в стартовом уровне 16 февраля 2000 рублей. Продвинутый уровень. Напоминаю, что в него включены оба эфирных дня. И первая часть, и вторая часть. Но кроме участия в этих прямых эфирах и 16 февраля, и 18 февраля, в продвинутый уровень у нас входит снова видеозаписи эфиров, подробные уроки в личном кабинете. А кроме того, работа в группе поддержки на фейсбуке и дополнительный информационный блок по сборке обуви. Укрепление кожи, колодки, подошва. И вот это вот все будет стоить 4000 рублей до 18 февраля включительно. И на этом моя презентация заканчивается. Я благодарю вас за внимание. До новых встреч!